Доброе утро! В студии Наталья Агеичек. Наступило время вопросов-ответов. В рубрику по вашим письмам обратилась Елизавета. Сдавала ЕГЭ в 2012 году. Могу ли я подать документы в ВУЗ во время приемной кампании 2015 года? Или же мне нужно снова сдавать ЕГЭ? Вопрос Елизаветы адресуем в Министерство образования края. В соответствии с новым законом об образовании в Российской Федерации, который вышел 29 декабря 2012 года, номер 273 ФЗ, срок действия результатов ЕГЭ был увеличен до 4 лет. Под действие указанного закона попали участники ЕГЭ, которые сдавали единый государственный экзамен после 1 января 2012 года. Так как срок действия результатов ЕГЭ, полученных в 2012-2013 годах, не истек на момент вступления в силу нового закона. То есть срок действия результатов ЕГЭ, полученных в 2012 году, истекает 31 декабря 2016 года. То есть таким образом заявитель может не регистрироваться на ЕГЭ в этом году, а с действующими результатами уже обращаться в приемную кампанию высшего учебного заведения. Петр Иванович отправил вопрос, я пенсионер, планирую купить машину. Сын сказал, что по транспортному налогу мне положена льгота. Подскажите, какая? Льгота вам действительно положена, Петр Иванович, но все зависит от того, какой мощности вы купите автомобиль. Региональным законодательством у нас предусмотрена льгота по транспортному налогу в размере 50% от суммы налога. Это в отношении налогоплательщиков физических лиц, достигших возраста, по которому возникает право на пенсию по старости, но только в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил включительно. Если более 100 лошадиных сил, то вы уже теряете право на льготу и уже будете с полной суммой оплачивать налог. 2 633 100 абонента Утро, телефон информационно-справочной службы, утрособакарефей.ру, адрес электронной почты. Это координаты, по которым мы ждем любых ваших вопросов в рубрику. Сегодня все. Удачного дня!